всем привет вы на канале dosblog меня зовут катя со мной дима и сегодня мы вам расскажем про 7 вещей которых не стоит делать в барселоне первая вещь о которой мы хотим вам рассказать не стоит не стоит не стоит барселоне гулять только в центре города вот там где ла рамбла там где куча магазинов это если честно это не совсем даже барселона для меня потому что настоящая барселона с местными жителями она находится вокруг центра поэтому я советую вам не ходить только на ла рамбле а просто вот куда-то идти далеко и надолго и там вы найдете и местный колорит местные кафешки местных жителей я думаю что вам барселона так намного больше понравится потому что у нас кстати была ситуация когда мы встретили двух русских кафешки они нам сказали вот мы уже третий день в барселоне гуляем здесь по центру и нам что-то не нравится барселона она как так грязная и мы так блин не надо гулять только в центре центре это там такая концентрация большая людей что на самом деле и туристов и иммигрантов и всех-всех-всех что на самом деле и не видно самих барселонцев за этим всем поэтому вот такой вот вот такой вот совет не гуляйте только в центре вторая вещь которую не стоит делать в барселоне это ходить на пляж в районе барселонета пляж барселонета это центральный пляж барселоны и естественно все кто едут в барселону они естественно хотят покупаться здесь за сходить на пляж позагорать на барселонете это сделать будет вам сложно по нескольким причинам первая причина потому что здесь очень много людей ну вот прям море людей 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 больше чем чем море вот и вы просто не найдете себе даже хорошее место или вы найдете себе место и будет рядышком очень очень много людей будет не очень комфортно второе это то что здесь вам каждые пять десять секунд будет подходить люди предлагать вам пиво подстилки для того чтобы не приезжать да там какие-то напитки другие мохито очки и кроссовки вещи даже пока мы снимаем это видео на пляже в барселонете она сейчас 8 часов вечера поэтому здесь не очень много людей но к нам уже несколько раз подошли люди предлагали напитки шапки причем они видят что мы снимаем видео их не интересует поэтому да там не очень комфортно и возможно не понравится и третья неприятная вещь барселонете если вы пойдете на пляж и там вместе до всей компании которые вы приехали в барселону пойдете купаться и ставите вещи без присмотра очень большая вероятность что кто-то что-то украдет вот я даже сказала можно не оставлять вещи без присмотра а просто даже лежать и если вы как-то неудачно поставили свою сумку какие-то вещи положили то их могут стырить да и следующий совет с чем нужно быть аккуратным это продолжение темы кражи вещей будьте осторожны со своими вещами не оставляйте их на видных местах например если вы сидите в кафе и вы положили телефон на стол то его абсолютно спокойно могут выхватить и просто убежать или даже ехать на велике просто забрать и уехать точно также сумками со всеми ценными вещами и здесь очень много карманников особенно в центре барселоны которые даже незаметно незаметно для вас могут вытащить какие-то вещи у вас там документы кошелек все что угодно даже рюкзак могут могут украсть у нас есть такие вот случаи среди наших знакомых которых воровали и телефоны и целый рюкзак и вообще как-то всячески обманывали и пытались забрать у них вещи да особо особенно это опасно в районе плаца каталуния ла рамбла и барселонета поэтому будьте бдительны и осторожны не испортите свой отдых просто неприятно да да четвертая вещь которую не стоит делать барселоне это поднимать политическую тему с местными все знают что здесь назревает конфликт между мадридом и барселона между испании и каталонией каталония хочет отделиться есть очень множество причин и если вы поднимет эту тему с местным просто спросив почему ты хочешь отделиться от испании почему ты не испанец то это во-первых его может обидеть вот ну что если вопрос задать с такой язвительностью вот а во-вторых этот разговор может занять просто миллион часов у каталонца объясняя вам почему они хотят отделиться то есть это прежде всего у вас займёт много времени потому что вы не сможете просто остановить каталонца объяснять почему они не хотят быть испанией да я несколько раз имел такую небрежность и спрашивал у местных и просто они сначала рассказывают так спокойно но вот с каждой минуты видно как они начинают рассказывают про испанию начинает злиться из-за этого и то есть и потом просто напросто уже идет неприятный разговор и да то есть вы просто напросто можете разозлить или поставить в неловко неудобно положение каталонца они не хотят об этом разговаривать с туристом с туристами они хотят просто отделиться по некоторым причинам все это я бы даже уточнила они не то что не хотят разговаривать об этом они не хотят объяснять почему они не хотят быть с испанцами это очень давно наболевшая тема и поэтому если вы хотите действительно узнать что это то лучше сформулируйте вопрос почему вы хотите быть свободными и почему как бы не не обижайте их тем что вы вы против этого не показываете свою позицию да и говорить им что вы такие же как испанцы или вы испанцы им тоже будет неприятно поэтому лучше эту тему не затрагивать вообще следующая вещь которую не стоит делать в барселоне это откладывать шопинг на воскресенье любой шопинг то есть любую покупку продуктов вещей чего-либо потому что воскресенье в барселоне ничего не работает вернее работают какие-то магазинчики какие-то может быть лавки работают но если например это касается продуктов то обычно это какие-то пакистанские магазинчики или китайские и там цены на порядок дороже и продукция там хуже вот поэтому я вам не советую это делать лучше шоптись в будние дни или субботу кстати суббота это тоже не очень хороший вариант потому что в субботу очень много людей ходят на шопинг очень много вот серьезно вы прям заметите это поэтому лучшее лучшее время для шопинга это понедельник вторник среда четверг и пятница да но суббота воскресенье суббота не советуем воскресенье у вас просто это не получится следующее чего не стоит делать в барселоне это арендовать машину особенно если вы не планируете выезжать за пределы барселоны на какое-то огромное далекое расстояние куда не ходят поезда или другой местный другой местный транспорт не стоит арендовать машину по несколько причинам во первых здесь очень-очень плотное движение очень большие очень очень большой трафик очень большие пробки и и город настолько маленький что я я не понимаю зачем зачем здесь вообще арендовать машину чтобы передвигаться по городу если можно я тебя перебью если честно тут даже больше не пробки беспокоит а вот пешеход в центре я имею ввиду пешеходы куча мопедов велосипедов куча мопедов велосипедов это все вот так вот вот так вот и мне кажется водитель не кайфанет плюс огромнейшие проблемы с парковкой потому что здесь даже местные не могут найти себе место и здесь на самом деле запутанная система парковок здесь есть зеленые синие желтые парковки зеленые для местных синие по некоторым датам там можно про к парковаться по некоторым в некоторые даты на некоторые дни нельзя желтые это для всех которые всегда забиты в общем она вам не нужно если вы хотите просто отдохнуть и расслабиться. Естественно, если вы планируете поехать куда-то вообще, не знаю, в Валенсию, например, хотите снять машину, то тогда советую вам снять просто эту машину на то количество дней, которые вы хотите провести в Валенсии. То есть вы едете туда на два дня, то есть вы приехали в Барселону на неделю, например, хотите поехать на денек в Валенсию, значит, снимите машину на денек. Либо же можете добраться автобусом. То есть арендовать машину в Барселоне это такая сложная затея, и мы вам не советовали бы этого делать. Завершающий момент во всех наших советах, что не стоит делать в Барселоне. Если вы заприметили себе какое-то кафе, ресторан и куда вы хотите сходить, вообще не нужно думать, что все кафе работают по одному и тому же расписанию. Потому что в Барселоне есть такая фишка, что разные кафе работают в абсолютно разное время. Например, кафешки, там, где продается только кофе, то есть кофейни, они работают, там, например, с восьми утра до пяти вечера. То есть после пяти вы хорошего кофе уже можете не найти. Вот. Или какие-то рестораны могут закрываться на сиесту. То есть они могут закрываться, например, в два часа дня и открываться в семь часов вечера. То есть учитывайте эти моменты, гуглите, узнавайте и планируйте заранее. На этом наши предосторожности закончились. Обязательно езжайте в Барселону, смотрите, какой прекрасный, потрясающий город. Но в то же время будьте бдительны. И мы надеемся, что эти семь предосторожностей помогут вам избежать неприятностей и отдохнуть и просто кайфануть от этого города. Да. Хорошего отпуска.